Наш юбилей. Концертом по таким названиям в Ульяновской области отметили 50-летие Дворца культуры Губернаторский. В этот день самым достойным работникам культуры вручили областную ведомственную премию Браво Маэстро. Глава региона Алексей Русских поздравил с 50-летием Дворец Дружбы Народов Губернаторский, его сотрудников, а также всех, кто имеет отношение к культуре и искусству. Сейчас Россия проходит испытания не только на свою экономическую и политическую прочность, но и на культурную состоятельность. И я верю, что мы обязательно справимся со всеми вызовами. Выражаю благодарность всем сотрудникам, а также ветеранам отрасли культуры и искусства за огромную просветительскую, воспитательную и патриотическую работу, за бережное отношение к нашему наследию. На главной сцене Дворца Дружбы Народов Губернаторский глава региона Алексей Русских вручил специальную премию «Маэстро» за значительный вклад в развитие культуры России и Ульяновской области. Лауреатом молодежной премии «Престиж» стал руководитель ансамбля народной музыки «Родник Центра культуры и досуга «Восход» Артем Ситкин. Лауреатом премии «Призвание» руководитель народного коллектива эстрадной группы «Данка» «Маэнского района Центра культуры». Мы много делаем в культуре, много делаем в рамках национального проекта культуры. Спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за национальный проект культуры, за поддержку нашей отрасли. Спасибо Министерству культуры Российской Федерации. Спасибо губернатору Ульяновской области и правительству Ульяновской области. Мы с вами, мы вместе. Дворец Дружбы Народов Губернаторский, отметивший 50-летие, играет важную роль в сфере культуры Ульяновской области, так же, как и его сотрудники. Галина Митизова руководит двумя коллективами дворца – ансамблем песней и танца «Волгари» и ансамблем детского танца «Симбирские узоры». Заниматься во дворец профсоюзов она пришла, когда ей было всего 15 лет. Получив образование, Галина вернулась во дворец преподавать и работать с детьми. Я сейчас очень рада, что юбилей дворца совпал с юбилеями моих любимых коллективов. В декабре ансамбль «Волгари» отметили свой 30-летний юбилей, а вот 30 апреля 15-летний юбилей будет отмечать детский ансамбль танца «Симбирские узоры». Ольга Корнилова пришла работать во дворец профсоюзов вместе с мужем в 1980 году после окончания Московского института культуры. «Счастливое детство», а через 10 лет из выпускников сформировался молодежный коллектив «21 век». Все эти годы мы старались всегда идти в ногу со временем. У нас занимается в общей сложности около 400 человек детей. Мы занимаемся всеми видами хореографического искусства – и современным, и эстрадным, и классическим, и народным танцем. Я хочу сказать, что дворец – это дом, это жизнь, которая проходит вся здесь». Надежда Мосякина руководит народным коллективом «Русская песня». Ансамбль с богатой историей сегодня сохраняет русские народные традиции, культуру и манеру исполнения старейшего в Ульяновской области русского народного хора. Его участники первыми вошли в балетные классы и на сцену ДК «Профсоюзов» в далеком 1972 году. Ансамбль «Русская песня» – это преемник такого большого коллектива, как Ульяновский русский народный хор Дворца профсоюзов, как раньше назывался наш дворец. За это время и коллектив развивался, и на глазах у коллектива рос дворец. Коллективу 60 лет, он на 10 лет старше дворца. Когда дворец построился, весь третий этаж принадлежал такому большому коллективу. С юбилеем Дворец Дружбы Народов поздравили ведущие творческие коллективы области. Праздничный концерт стал подарком для работников культуры нашего региона.